Рост доходов населения С 1 января 2019 года поручено проведение налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса, списав пении и штрафы при условии уплаты основной суммы налога. Необходимо принять действенные меры по сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за 3 года. Экспортоориентированная индустриализация Нужно помогать нашим предприятиям осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать так называемую экономику простых вещей. Нацбанку поручено для кредитования приоритетных проектов предоставить долгосрочную тенговую ликвидность в размере не менее 600 миллиардов тенге. Поддержка агропромышленного комплекса Нужно выстроить систему массового обучения сельских предпринимателей новым навыкам ведения хозяйства. Основная задача – увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной продукции сельского хозяйства к 2022 году. Развитие инновационных и сервисных секторов Обеспечить развитие таких направлений экономики будущего, как альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, большие данные, интернет-вещей, искусственный интеллект, блокчейн и другие. Именно от них в будущем зависят место и роль страны в глобальном мире. Оздоровление финансового сектора Повышение качества жизни предполагает доступность образования, здравоохранения, комфортного и безопасного проживания. В связи с чем следует Пересмотреть приоритеты бюджетных расходов с акцентом на социальный сектор, безопасность и инфраструктуру. Довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП в течение 5 лет. Разработать дорожную карту развития дошкольного образования Министерству образования и науки совместно с Акиматами. Провести политику по укропнению вузов. На рынке должны остаться только те из них, которые обеспечивают высокое качество образования. Повысить доступность первичной медико-санитарной помощи, особенно на селе. С 1 января 2019 года поэтапно повышать заработную плату на 20% участковым медработникам, внедрившим новые подходы управления заболеваниями. Построить не менее 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. Продолжение следует...